Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Доброе утро, слушатели. У нас сегодня раннее утро, потому что гость в студии по скайпу, Василий Бархатов, режиссер, и у него минус два часа. Он встал ради нашего разговора очень рано, чтобы в восемь утра выйти. Здравствуйте, Василий. Доброе утро. Спасибо вам большое. Будем виртуально чокаться с вами кофе. Я видела, вы тоже его пьете, я тоже обзавелась кружкой. Итак, радио «Болтком», программа «Без антракта». Мы говорим о современном театре, мы говорим о том, что происходит в экспериментальном поле, и не только в драматическом, но и музыкальном театре. Поводом нашего сегодняшнего разговора с Василием Бархатовым стала премьера в Вильнюсе, в Вильнюсе в Национальном Литовском театре оперы и балета Литвы, правильно он так называется, Национальный театр оперы и балета Литвы, которая состоялась в прошлые выходные, и это опера-игрок Сергей Прокофьев. Совершенно верно. Совершенно верно. Я так понимаю, что это была не самая простая работа, у вас там очень много каких-то, я по фотографиям видела, там очень много технических задач, которые были решены, и это производит визуально очень красивое впечатление, я мечтаю съездить послушать. Ну, да, там большое количество видео и некоторое количество лайв-камер в связи с тем, что, как мы знаем, этот роман Достоевского и опера Прокофьева, они крутятся вокруг рулетки, и, собственно, сам Прокофьев, да, он болел этим произведением, этим романом еще с консерваторией, мечтал как раз, у него был такой композиторский челлендж, он хотел написать сцену рулетки, да, когда большое количество певцов, ритмически, все, вот этот вот ажиотаж и сумасшествие вокруг стола, и, собственно, я когда это произведение стало, понятно, что рулетка это только такая вишенка на торте, и роман этот не столько про игровую зависимость, сколько про зависимость людей друг от друга, и про вот эти все взаимоотношения, это понятно, но рулетка для этого произведения, это как письмо Татьяны из сцены дуэли для Онегина, да, то есть это всегда какое-то определенное внимание и постановочное, и зрительское к этой такой вот специальной сцене, и для меня всегда было понятно, что я изучал вообще вот этих всех игроков, общался с разными людьми, которые оставили квартиры, деньги родственников в казино, чтобы понять всю эту психологию, и потом появился, ну, как в связи со многими вещами, которые с появлением интернета, вот как Буковский писал, что что-то человеку не дай, и все он, как бы мягко говоря, сейчас изгадит и сцарапает, и интернет, и вот эта вся виртуальная жизнь, которую подарили человечеству, это вот как раз одна из этих вещей, которую человечество изгадило и сцарапало, и в частности вот этот вот онлайн гемблинг, который вызывает у меня личное чудовищное раздражение, потому что, ну, то есть если ты идешь в казино, да, там какие-то худо-бедно одетые люди, какое-то общение, напитки и какой-то вот глаза напротив, какой-то вот азарт, а когда ты сможешь открыть приложение в своем смартфоне и просто вот тыркать на кнопочки и проигрывать... В пижаме сидя. Да, сидя в пижаме, или того хуже, причем игр этих огромное количество, то есть не обязательно играть в рулетку, там есть какие-то там дерни обезьянку, она уронит бананчик, тебе упадет 13,5 центов, то есть это уже такая, это прямо уже такая крайняя степень, дно зависимости, это вот, ну, если сравнивать, не знаю, с алкоголем, что одно дело, это если ты каждый вечер в ночном клубе или не очень в ночном с друзьями упиваешься до бессознательного состояния, то это как-то, ну, вот, ну, не знаю, в этом есть какая-то драматургия, а если ты по дороге с работы домой берешь две бутылки водки в пакет, закрываешься дома и, глядя в кафельную стенку их, даже не наливая в стакан, выпиваешь, то это уже, ну, как сказать... Другая зависимость. Другая зависимость. Вот также, собственно, была долгая прелюдия к тому, почему веб-камеры, то есть вот эта вся рулетка, она перешла у нас в виртуальное поле, то есть это был такой онлайн-гэмблинг, лишенный всякой магии присутствия в казино Рояль, как в Джеймсе Бонде, да, просто, просто экранчики, просто безликие люди, вот как я сейчас подскайпу практически. Я бы про безликость не сказала. Поэтому часть солистов, которые задействованы в сцене рулетки, они существовали в театре, то есть они просто были за сценой и транслировались только на архитектуру дома, в котором происходит все остальное действие. Как в лайфе, как вот эти вот онлайн-игроки, и, соответственно, были студии с крупье. Вот, кстати, в вашем замечательном городе есть одна из баз онлайн-гэмблинга, где стоят крупье за камерой и транслируются на весь мир для игроков. Вот это на всякий случай, если прокуратура рижская не знает о чем. Ну, я думаю, что здесь, в Латвии, это обсуждаемо, да, но это легально, и это обсуждаемый очень многими людьми вопрос о том, что стоит ли это оставлять или не стоит ли это оставлять, и как это влияет на людей. Но, опять-таки, если возвращаться к тому, что вы сейчас сказали, по поводу того, что элемент присутствия внутри игровой комнаты, он живого присутствия, да, не онлайн, он какой-то понятный, может быть, еще, то, конечно, переход этого всего в онлайн, о чем вы говорите, обезличивание и вывод этого на онлайн, даже, я, может быть, сказала бы так, онлайн, глобальная такая зависимость, которая не прерывается ничем, да, если у Достоевского героя не выходила из зала... Да, это определенная доступность, да, да, да. То есть, если герой там не выходил из зала, но ему надо было хотя бы поесть, попить, выйти, да, или что-то с ним на воздух, то человек, который сидит около компьютера, он, собственно, обкладывается едой и чем-то еще, и может вообще не отрываться. Это, конечно, страшно. Василий, но это же вторая ваша постановка в Вильнюсе. Да, спустя восемь лет. Восемь лет было перерыва, работая в Вильнюсском театре оперы и балета. Первая – это Евгений Онегин, Чайковский. Сейчас игрок Прокофьев. Вы намеренно выбираете русские темы для работы? И так получилось? Ну, как сказать, правильно так ответить. Ну, то есть, я всегда намеренно, ну, почти всегда, я выбираю произведения, которые собираюсь поставить. Ну, сейчас было бы нечестно сказать, что вот я всегда вот указываю. Нет, понятно, что я получаю предложения от интендантов театров с какими-то названиями, которые... то есть, которые предложил не я, но в данном случае я соглашаюсь, либо когда это совпадает с моими какими-то планами тоже и желаниями, либо я слышу какое-то название, о котором я никогда не думал, я сажусь и понимаю, то есть, есть мне что сказать по этому поводу или нет. И тогда либо соглашаюсь, либо отказываюсь и отказываюсь довольно много, потому что, ну, то, что ты не знаешь, о чем поставить, невозможно поставить, несмотря на то, что у тебя есть эта профессия, и ты вроде как режиссер, поэтому тебе дали и стать. Ну, то есть, теоретически, конечно, и даже практически поставить можно все, что угодно, но просто не в этом цель. Но, говоря про игрока, это действительно было то самое название, название, которое предложил я этот спектакль. На самом деле, он переехал в Вильнюс из Базеля. Премьера этого спектакля была в Базеле, в Швейцарии, два года назад. А до этого в той же самой Швейцарии, в том же самом Базеле, мы сделали такой лихой поступок, когда пришел туда новый интендант, ну, вот он сейчас ушел, четыре года там пробыл, и ушел Андреас Бек. Он такой очень интересный дядька, он, собственно, до и после, он был интендантом драматических театров. До этого он был интендантом венского драматического театра, не штаттеатра, а Шаушпиль, довольно знаменитого. А после Базеля он сейчас, собственно, занимает пост директора резиденц-театра в Мюнхене, ну, одного из самых таких знаменитых драматических театров Европы. И когда вот он пришел в подачу другой замечательной женщины, которая сейчас интендант Ганноверской оперы, Лора Берман, я туда попал открывать никому не особо не известный в Европе. Я с ними, они мне позволили открывать их первый сезон. То есть вот так вообще. И предложение моё было, одно из названий, которые мы обсуждали, я предложил оперу Хованщину. Я говорю, ну, раз уж какой-то никому неизвестный Вася со сложной русской фамилией, то давайте еще одно. Давайте уже идти до конца. Пусть еще будет одно непонятное русское название. Пошипим немножко. Хованщина, если кто-нибудь видел, как это пишется в латинице, особенно в немецко-говорящих странах, это такое, ну, это примерно как длинное название финской деревни для нас. Такой таракай еще такое, да? Такое длинное, насекомообразное слово. Хованщина. Примерно так, с большим количеством C, H, K, E, H. Вот. И, собственно, все хованщина это случилось, и после нее мы стали разговаривать о каких-то дальнейших планах. Я предложил игрока, а Андрес с радостью согласился, потому что это, это он на тот момент, может быть, не очень хорошо знал оперу, но очень-очень любил и хотел поставить на драматической сцене роман Достоевского. И, собственно, то есть я не, у меня нет какой-то такой миссии нести русские оперы в мир, какой-то специальный, но периодически периодически это происходит. То есть названия, которые я предлагаю, они совершенно разные. Ну, через одно, наверное, проскакивает проскакивает что-то русское и редкое, вот через два, относительно редко, через два года, это тоже было мое предложение, я буду ставить чародейку Чайковского, что, в общем, тоже редкость не часто случается. Ну, игрок же тоже довольно, ну, нельзя сказать, чтобы это была такая популярная, таким словом я назову, популярная опера для постановок. У нее же не такая простая судьба у этой оперы. Ну, да, но она не простая, да, до определенного момента в Советском Союзе она вообще не ставилась до 70, там, Покровский, да, какого-то года. И, ну, здесь вообще, мне кажется, что надо говорить о такой какой-то очень, ну, дурацкой невезучести про Кофьева, то, что когда он отправился, ну, так если в двух словах, и грубо, меня потом закидают камнями, но когда он отправился, ну, во-первых, ему не повезло, потому что премьера в Муринском театре была назначена, существуют составы, да, это первые премьеры, их можно почитать, но все это осталось на бумаге в связи с тем, по уважительным причинам, собственно говоря, премьера отменилась, потому что в стране случилась революция. Дело в том, что этот премьер был назначен на 17-й год, на сезон, да, там, 17-го года, и, в общем, по уважительным причинам она не состоялась, он отправился, теперь, второй стадии невезучести, он отправился покорять Запад и Европу, а там там все уже фанатели от Стравинского, и он, ну, как сказать, уже было слишком, было бы слишком много любимых русских композиторов, и он разговаривал и даже был близок, он разговаривал даже с Дягилевым, которого идея игрока как-то не сильно впечатлила, и, насколько я помню, он был очень близок к постановке игрока в Чикаго, но там была сложность с тем, что все голоса, но это все осталось в Петербурге, ну, в общем, было много-много, и, соответственно, заново все это сделать он не успевал, но пообещал Чикаго написать новую оперу, которая впоследствии называлась «Три апельсина», и «Любовь к Три апельсину», и далее премьера, как мы знаем, состоялась в Брюсселе на французском языке, о чем сам он там писал, по-моему, да, что-то, что родные вороны премьеру проворонили, он как-то несколько все равно переживал, что это... Сейчас бы любой композитор русский радовался, что пример произошла для Моне, а Покопьев зачем-то переживал, что все это на французском и не на родине. И вот, собственно, потом он возвращается на третьей стадии невезучести, он понимает, что как-то наверное, надо возвращаться на родину и становиться великим советским композитором, возвращается, не найдя своего места толком в Европе, он возвращается, чтобы быть первым советским композитором, а место первого советского композитора занято Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. И, ну, то есть это так понятно, что это я рассказываю грубо, но в целом, наверное, в целом оно так и было. И вот у нас была судьба, да. Скажите, Василий, вы сейчас назвали слово «состав». Вот в этом длинном рассказе прозвучало слово «состав». Я почитала на сайте Вильнюсской оперы репортаж с вашей пресс-конференции и там есть ваша реплика о том, что вы предпочитаете единственный состав. Во всяком случае в этой опере, я так понимаю, состав у вас действительно единственный и вы не работаете с дублерами, да, ну, как бы со вторым, третьим там еще составом. Неправильно дублеры, наверное, слово я назвала сейчас. Но то, что у вас на каждой роли есть определенный исполнитель. Это так? Ну да, это на самом деле было довольно сложно театру принять. Это было важное для меня условие. Понятно, ну, то есть, если разбираться про вопросы каста, одного каста состава или двух, мы как бы войдем на территорию обсуждения репертуарного и нерепертуарного театра. но понятно, что вот эта вот история двух-трех составов, она ведет нас к тем древним временам, когда у каждого театра, когда не было не было такого движения солистов международного. И каждый театр, он работал только со своей труппой. и в связи с тем, что, ну, что-то могло случиться, и в связи с тем, что все должны были быть заняты, поэтому и в драматических театрах, причем не только в оперных, в драматических театрах и в музыкальных театрах существовало несколько составов. И что безопасно для театра и радостно для всех, кто получает зарплату, но не всегда адекватно не всегда правильно по отношению к спектаклю, который ставит режиссер или даже просто к пьесе, поскольку, ну, это не потому, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то низенький, кто-то высокий, кто-то беленький, кто-то черненький, а потому, что даже ну, то есть, если мы возьмем какие-нибудь знаменитые фильмы с участием Аль Пачино, Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро и поменяем их местами, да, ну, то есть, не факт, что получится так же хорошо, будет не лучше, может быть, не хуже, но будет по-другому, а фильм и спектакль задуман определенным образом, есть определенные характеры, которые хотел бы видеть режиссер, в конце концов, автор этой пьесы или оперы, и даже одинаково талантливые люди не могут, ну, то есть, если человек тенор, это не значит, что там драматический тенор, что любой драматический тенор может быть. Да, что теперь любой драматический тенор может быть, ну, вот, например, Герман, да, вот, пожалуйста. Вот у меня вопрос в этом отношении, ведь это подтверждает те разговоры, которые сейчас очень часто идут вокруг театра, что в театре сейчас важны персоны, ну, то есть, не амплуа, например, или не голоса в опере, да, а именно сочетание персоналити человека, конкретного исполнителя, и именно это влияет на то, как режиссер или, там, постановщик видит конечный результат. Именно эта персона, именно этот человек с его голосом, с его темпром, с его внешностью, с его человеческими качествами, с его манерой движения, вот именно этот человек может быть в вашей опере, и замены ему найти невозможно фактически. Ну, получается, что так, но тут есть тоже, опять же, все работают по-разному, есть режиссеры, то есть, это, опять же, неплохо и нехорошо, это разные способы работы, когда режиссер отталкивается от актеров или режиссер, у которого есть четкая какая-то структура и представление о характерах, их поведении внутреннем и внешнем, и он актеров подбирает под это, и также потом на репетициях идет не, что называется, не этюдным методом, ну, давайте там что-то, вот, больше страсти, больше страсти, и тогда, ну, то есть, есть такие актеры, их не очень много, но я, например, могу назвать несколько имен, что можно уже ничего не ставить, ты просто придешь первый день, расскажешь им, где, как расставлены предметы мебели в комнате, и дальше они все сыграют и будет вообще невозможно будет оторваться, но либо режиссеры, которые видят определенный характер, как я сказал, и под них подбирают, и потом в эти определенные рамки запихивают актеров, что, например, делаю я, но это не сильно угнетает актеров, поскольку все нормальные актеры прекрасно знают, что если даже все поставить до движения ресниц, место для импровизации и для индивидуальности всегда остается. И тогда, ну, то есть, здесь есть, невозможно сделать два каста на один и тот же фильм, пьесу, ну, можно, но это, я же как бы переношу спектакли, да, соответственно, меняются определенные роли, и невозможно сказать, что вот этот спектакль можно только с этими людьми. И, конечно, можно найти довольно похожие персонали, и делать они будут физически на сцене ровно то же самое. И ведь никто же не знает, например, кто первоначально стоял в касте, а потом либо заболел, либо отказался, и на его месте появился другой. Мир, часы не остановились, и мир не перевернулся, процесс пошел дальше. Но в идеале, конечно, если ты видишь определенных людей, так, например, при переносе из Базеля я знал, что Дмитрий Головнин главную роль и Асмик Григорян, они остаются точно, и дальше я примерно себе уже представлял я не знал, наверное, имена только двух персонажей, имена солистов, которые будут этими героями, их я уже, потому что они из молодого поколения, их я уже нашел, я проходил, смотрел спектакли в Венеусской опере, да, и нашел их. Это люди, которые исполняют роль Маркиза и мистера Астли, потому что они из другого поколения, остальных всех я уже примерно себе представил. Василий, ну вот я тоже прочитала из пресс-конференции о том, что театр с гордостью говорит, что эта постановка объединила исполнителей разных поколений литовской школы оперной. Для вас это было важно, что люди смогли найти благодаря вам этот общий оперный язык и поработать вместе? Ну, это получилось нечаянно, ну, почти нечаянно. У меня одна из самых для меня каких-то близких линий в этой всей истории это линия генерала. И действительно, она, Прокофьем, написана настолько пронзительно, болезненно и трогательно, несмотря на то, что писал довольно еще молодой Прокофьев, он вот эту историю пожилого, все-теряющего человека с какими-то долгами, детьми, влюбленным в какую-то француженку, вот этот процесс, он написал настолько прям медицински точно, и поэтому на эту роль не так-то просто найти человека, и в Базеле мы долго искали, а здесь, когда появилась идея перенести это все в Вильнюс, у меня моментально в голове скачало имя Влада Прудникова, Владимира Владимировича Прудникова по-нашему, легендарного певца, который лет десять уже, не меньше, не выходил на сцену и только преподавал. Я вот за два года, когда эта вся идея появилась, два года назад, медленно встречаюсь с ним на каких-то там юбилейных концертах и в офисе так потихонечку замечал. Чудесная история. А почему бы нам, так сказать, не тряхнуть и не выйти бы на сцену в проходе? Ой, как это чудесно, Василий, спасибо. И это для меня была какая-то ну, помимо постановки самого спектакля, какая-то внутренняя такая задача и мечта, если поработать с этим человеком, я страшно боялся, потому что я понимал, что это такой как бы, ну, такой, ну, мне казалось, не знаю, его ближе, что это такой суровый old school, и мне, наверное, придется с ним непросто, но в результате это был, наверное, один из самых стопроцентных и мощных соратников в постановке. Мне вот кажется, иногда, что вот это вот сочетание, когда притягивать людей старших поколений в какой-то новый опыт, оно дает всегда какой-то потрясающий результат. Если люди открыты, конечно, если они открыты к работе, если им самим интересно, то это всегда дает потрясающий результат. Старшее поколение, оно как-то... Ну, а потом я очень и всегда избегаю того, чтобы молодые люди играли пожилых в опере, потому что наоборот, оно скорее возможно. То есть пожилой человек, он может сыграть молодого влюбленного, потому что он прекрасно помнит, что это такое. А молодой человек, ну, я говорю, там, понятно, не 15-летний, а молодой человек или средних лет, он не может сыграть грубо говоря, старика по причине того, что он совершенно не знает, что это такое. Пока еще не знает. То есть если старик может сыграть молодого, потому что он знает и помнит, ну, окей, это будет там чуть-чуть... Боже мой, что-то Танюша Ларина сегодня старовато, да, но это как бы, ну, во всяком случае, она это действительно может сделать. А молодая певица старуху из пиковой дамы не сыграет, потому что она даже примерно еще пока вот по законам физики и жизни не представляет, что это такое. И, собственно, с генералом то же самое. Было огромное количество прекрасных, в том числе, литовский, знаменитый Баш, который отличный актер и отличный человек и прекрасный певец, но он молод, и я сразу говорю, ну, ребята, я как бы, я сам готов об этом сказать, не предлагайте, потому что это не то. Вот я знаю, что должен, то есть как бы, ну, все боялись, просто на самом деле никто не понимал, примет это приглашение прудников или нет. Ну, я вас с этим очень поздравляю. Скажите, Василий, когда следующий сет? Я так понимаю, что вы играете с сетами этот спектакль, да, в Вильнюсе? Да. Чтобы собрать касты? Он будет теперь только в следующем сезоне. Ну, будем ловить обязательно. Это связано с датами, да. Да, ну, занятости солистов, я так понимаю. И вы приедете его, как бы, вспоминать тоже будете в Вильнюсе в это время? Ну, наверное, да. Но в целом, если каста останется, тот же и... Ну, хотя, да, приеду. Технически тоже, наверное. А что для вас все-таки сейчас большее место, место вашего, вашей базы такая, да? Это Вильнюс, Литва, или это Лондон, откуда вы сейчас со мной разговариваете? Или это где-то в Европе? Где вас чаще поймать? Ну, база, наверное, база – это там, где мы перепаковываем чемоданы, то тогда это в Вильнюсе. Но, по большому счету, мы так как цыгане двигаемся сейчас в Лондоне в связи с тем, что здесь живет композитор Парам Вир и драматург Дэвид Радкин, такой, в общем, довольно знаменитый писатель и драматург, британский сценарист, пьеса которого много-много ставил Петербург, и сам он много ставил, и имеет большое количество всяких там кинонаград и прочее. С ними мы сейчас работаем над оперой, которая будет называться «Авакенинг», и опера, это мировая премьера этой оперы, будет в конце, в середине, точнее, декабря. Это будет финал бетховеновского юбилейного года в Боне, где родился Бетховен, и эта премьера в Театре Бона будет завершать этот год. Поэтому сейчас я с ними, они живут здесь, и поэтому я с ними здесь работаю над этой оперой. А Асмик, супруга моя, начала репетировать Януфу в Ковенгарден с Клаусом Гутом, и поэтому вот как-то так сложилось, что мы всей семьей тут. Но это же хорошо, что вся семья вместе. Ну да. Не всегда же получается так у творческих людей. Совсем. Но у нас, в этом сезоне у нас такой радостный сезон, мы очень много вместе работаем. Ну, для нас это много, потому что сейчас был игрок, потом будет норма в Вене, в котором, в общем, Асмик будет нормой, я буду режиссером. И так вот. А техническая экономика, не часто бывает. Художественная команда. Вот я знаю, что вы много работаете с Зиновием Марголином. Потому что там есть какая-то степень доверия и понимания, да? Между вами, как художниками. Да. Ну, так исторически сложилось. Мы нашли друг друга давно, но я делал спектакли ну, когда-то давно. Сначала сам, потом понял, что это все не серьезно, и мне нужен сильный партнер. И мы встретились когда-то давным-давно в Мариинском театре с Зориком. Мне было там 22 года. Я ставил Москва. В Черемушке он ставил балет «Золотой век». И в гостинице вот мы так пересекались во время своих совершенно параллельных постановок. И слово за слово так появился первый совместный спектакль. Потом я с Симоновым работал, и через год у меня будет спектакль в Бреггинсе, на фестивале в Бреггинсе. Но не на озере, а в Фешплейхаусе в театре. И этот спектакль я буду делать с художником Кристианом Шмидтом, довольно знаменитый немецкий художник, который много работал с Клаусом Гутом, с Кристофом Лоем. И это мне интересно было с ним поработать. Всегда я страшно хотел поработать с Полом Брауном. Такая легенда сценографии. К сожалению, ушел два года назад довольно скоропостижно от рака, и мы готовили премьеру в Мариинском театре, которая не состоялась. Но в какой-то степени мне, в общем, с ним почеслилось поработать, несмотря на то, что премьера это случилась. Но с Зориком, да, безусловно, у нас впереди и норма, и следующие три работы, которые будут, сейчас будет норма, в начале сезона будет «Ле Грамма Кабра», такая сумасшедшая опера Лигити. Мы будем открывать сезон во Франкурской опере, потом мы вместе делаем в Берлине Симон Баканегру, и, собственно, этот спектакль в Бонне, подарок на день рождения Бетховена, тоже делаем вместе. Слушайте, я вас поздравляю с такими большими планами, и это очень интересно, рекомендую всем нашим слушателям следить за тем, что происходит, следить за движением Василия Бархатова по европейским сценам, потому что это интересно, красиво, и будем точно ловить, конечно, вильнюсский показ теперь в следующем сезоне, потому что сейчас у меня не получилось, поехать очень хочу. Я хотела еще спросить напоследок вот что, ведь вильнюсская опера, она сейчас очень интересно развивается, вот я сама сейчас собираюсь ехать слушать Турандот Уилсона, который был сделан в Мадриде, потом вот точно так же как бы перенесен и сделан для вильнюсской оперы. Какие, есть инсайд, что там еще может быть интересного в следующем сезоне, что не нужно пропустить? Потому что мы в Риге рядом, можно всегда доехать. я несложно сейчас сказать, что будет в следующем сезоне, я не очень знаком с планами, но мне, например, то, что я успел зацепить сам, эта премьера была тоже несколько лет назад, опера, которая была заказана литовской оперой, специально называется она «Корнет». Это, скажем так, либретто этой оперы, оно по произведениям и про Рильке. И поставил это довольно знаменитый литовский режиссер Гинтутас Варнас. Знаменитый он драматический режиссер, и у него есть несколько оперных работ. Мне в совокупности все само это произведение на меня произвело впечатление. Я ходил, смотрел его буквально недели-две назад, до того, как у нас начался выпуск на сцене. Если интересна современная опера и работа в Арнасе, то я бы рекомендовал это посмотреть. Спасибо большое. Значит, нас ждет тогда точно Турандот Уилсона в Вильнюсе, который не стоит пропустить. Правильно, игрок Василия Бархатова и рекомендации Василия Бархатова Корнет Гинтарса Варнаса. Это в Вильнюске... Я вам желаю большой-большой удачи. Спасибо еще раз, что мы посидели с кофе, так начали день. Мне кажется, это было все для меня, например, очень интересно. Я надеюсь, что для наших слушателей тоже. Как-нибудь будем еще с вами встречаться. я надеюсь. Удачи вам в ваших проектах и к Бетховену, и на весь год, и нормы в Вене. Будем смотреть и держать за вас кулачки. Спасибо. Большого вам семейного счастья, Василий. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. И вам всем. Спасибо.